Всем привет! Сегодняшний обзор посвящен ножу фирмы Бак. Это модель Баклайт Макс Ларч. И приобретался он в магазине White Mountain Knives на ebay. Ссылочку, как обычно, дам в описании к этому видео. Прежде чем перейти непосредственно к обзору, я хотел бы пояснить два момента. Момент первый. Данный обзор посвящен именно ножу фирмы Бак. Постоянные зрители моего канала, наверное, помнят, что был у меня обзор вот этого ножа. Это китайская подделка под этот нож. Кому интересно, можете перейти по ссылке, посмотреть обзор китайского ножа. Это был вообще один из первых моих обзоров. Но то, что сегодня будет рассматриваться на канале, это именно американский оригинальный Бак. И момент второй. Почему данный обзор так называется? Дело в том, что некоторое время назад я обнаружил интересный для меня канал под названием Заливаха. Он посвящен обзорам ножей. Я посмотрел ряд обзоров оттуда. Канал мне понравился, я на него подписался. Нравится тематика, нравится то, что канал регулярно обновляется. Очень нравится подача материала. У автора канала нормальная человеческая, четко поставленная литературная речь. Его просто приятно послушать. Нет раздражающих слов паразитов, экани, бэкани и так далее. Так вот, на канал я подписался и обнаружил одну интересную вещь. Мы, что называется, зачастую идем ноздря в ноздрю. Я, например, готовлю обзор по какому-то ножу. И тут же обнаруживаю, что в то время, как я готовлю обзор этого ножа, он выкладывает обзор этого же самого ножа. И мы с ним переговорили и договорились провести такой эксперимент. Берем на обзор один и тот же нож. Делаем независимо друг от друга его обзор. Не делимся друг с другом впечатлениями до публикации. Опубликуем в одно и то же время и сравним у кого что получилось. Мне будет интересно узнать, какое мнение у него сложилось об этом ноже. Ему будет интересно мое мнение. Ну а у вас будет возможность посмотреть на этот нож с двух сторон. Что из этого получится, пока не знаю. Я опубликую обзор. Размещу ссылку на его обзор этого ножа. Ну а вы в комментариях можете написать, насколько эта идея жизнеспособная. И хотели бы вы видеть в дальнейшем обзоры в таком формате. Ну а теперь перехожу к самому обзору. Приезжает нож вот в такой коробочке. На торце обозначена модель. В принципе коробка ничем не примечательна. Кроме того, что она великовата для такого ножа. Бак на коробках не экономит. У меня в этой коробке сейчас хранится сразу три ножа, включая китайскую подделку. Общая длина ножа 22,2 см. Длина клинка 10,2 см. Сталь 420HC. Вогнутые спуски. Конструкция Full Tank. Рукоять из резинопластика. Ножны из нейлона с пластиковой вставкой. Ну и масса ножа производителем обозначена как 156 граммов. Но 156 граммов это масса вместе с ножнами. Непосредственно нож весит 120. Вместе с ножнами он весит... Ну тут плюс-минус весы могут на 1 грамм ошибаться. В общем-то те же самые 156 граммов, как заявлено производителем и получаются. В силу своей бюджетности нож конкурирует с Морой. И можно провести определенное сравнение с Морой в некоторых аспектах. Стоит он, кстати, порядка 25 долларов. По крайней мере я, насколько помню, покупал его как раз где-то за 25 долларов. В общем-то и все. Если говорить об описании этого ножа, дальше перейду уже к своим впечатлениям от его использования. Начну, пожалуй, с ножен. Как я уже сказал, они сделаны из нейлона. Нейлон неплохого качества. Плотный, добротный. Сшито качественно. Нет торчащих ниток. Нет каких-то непростроченных участков. По качеству пошива претензий у меня нет. Внутри имеется вот такой пластиковый вкладыш. Здесь есть ремешок, фиксирующий нож. Вариант подвеса только один. Можно просто надеть ножны на ремень. У меня, как видите, сюда пролазят три пальца. На ремни шириной порядка 60-60 с копейкой миллиметров ножны надеваются нормально. Насколько хорошо они справляются со своей задачей по хранению ножа, по его переноске. Но начну с того, что в перевернутом положении нож здесь не фиксируется совершенно. То есть, он просто выпадает. Если его застегнуть, то держится нормально. Он не елозит. Он вполне надежно удерживается в этих ножнах. Но, скажем так, ходить на руках при расстегнутом ремешке я бы не рекомендовал. Еще один момент. Думаю, уже заметили, что в ножнах нож довольно громко гремит. То есть, при активных движениях, при беге, это громыхание будет слышно. В общем и целом, ножны производят впечатление таких очень бюджетных. На них явно старались сэкономить. Они минимально достаточны для того, чтобы использовать нож, переносить его с собой. Но они явно далеки от совершенства. Вполне практичные. Но, опять же, если говорить о практичности, то лично я предпочел бы ножны Моры. Потому что они такие же простенькие, такие же дешевые. Но более практичные их, в частности, за счет вот этого отверстия и целиком пластиковой конструкции, можно очень легко промыть в любой речке или ручье. И они очень быстро, очень легко высохнут. Так что ножны, на мой взгляд, могут заслужить оценку. Пойдет или так себе. Теперь перейду непосредственно к ножу и начну с клинка. Клинок, как я уже сказал, сделан из стали 420HC. И здесь я хотел бы сделать небольшое отступление для новичков, которые только начали интересоваться ножами. И где-то как-то краем уха слышали что-то о сталях, прочитали пару статей. Возможно, у вас отложилось в памяти, что 420-я сталь – это плохо. Потому что китайские производители используют эту сталь для того, чтобы максимально сэкономить. Она самая дешевая, самая плохенькая. И ножи из нее тоже получаются плохие. Так вот, такой поверхностный взгляд является ошибочным. Во-первых, стали 420-го семейства – это не одна сталь, а ряд сталей. И 420HC, что означает «хай карбон» или, иначе говоря, высокоуглеродистая, по своему химическому составу довольно резко отличается от наиболее распространенной 420J2. В этой стали гораздо выше содержание углерода. В силу этого она обладает гораздо лучшими эксплуатационными качествами. Ну и во-вторых, хотя это, пожалуй, играет даже более важную роль, не стоит оценивать ножи из стали абстрактно по химическому составу. Если нож сделан из более престижной стали, это еще не значит, что он реально лучше ножа из более дешевой и менее модной стали. Термообработка играет гораздо более важную роль, чем абстрактный химический состав. Нож из хорошей стали очень легко запороть. А из ножа, который сделан из дешевой стали, можно при грамотной термообработке выжать максимум возможного. Так вот, ферма Бак очень хорошо освоила термообработку стали 420HC. Несмотря на то, что это вроде бы такая очень бюджетная сталь, у фермы Бак она получается очень хорошо. В свое время процесс термообработки им внедрил не кто-нибудь, а Пол Бос, который знает толк в термообработке. Так вот, в исполнении Бака это очень хорошая сталь. Естественно, с поправкой на бюджетность, но тем не менее, это хорошая сбалансированная сталь. И не стоит ее расценивать как очень дешевую, бросовую и никуда не годную. Что касается самого клинка, то толщина клинка здесь, вернее, толщина обуха 2,6 мм. Бритвенные спуски, как я уже сказал, и сведение на основной части клинка порядка 0,4 мм. То есть нож весьма и весьма резучий. Но ближе к кончику сведение возрастает почти до миллиметра, ну, примерно 0,9 мм. И кончик у этого бака довольно мощный. В результате, за счет вот этих характеристик, клинок получился очень неплохо сбалансированным, как универсальный клинок для различного рода задач. У него нет какого-то перекоса в сторону излишней ломовитости или какой-то излишней деликатности, исключительно для каких-то очень деликатных резательных работ. Он получился вполне универсальным. По качеству слесарной обработки в целом не могу сказать ничего плохого. Единственное, по обработке, по сатинированию есть один изъянчик. Я не уверен, что это будет видно. Но вот посмотрите, здесь такая четко видимая граница проходит. Сатин выполнен по-разному. То есть, финиш клинка с эстетической точки зрения не идеальный. Но с точки зрения рабочих характеристик, клинок очень и очень неплох. Рукоять на этом ноже мне очень понравилась. Во-первых, мне понравилась форма. Причем понравилась еще на китайской подделке. Благо, китайцы подделали весьма точно форму рукояти. Форма очень удачная. Несмотря на то, что рукоять на первый взгляд кажется тонковатой, в руке нож лежит очень уверенно. И вот эта форма с подпальцевыми выемками, она допускает большую вариативность хватов. Во-первых, можно указательный палец расположить на чойле, а большой палец на обухе. И в таком варианте использовать нож для каких-то работ, требующих повышенной точности. Здесь, кстати, положительную роль играет довольно мощный кончик, который допускает ковырятельные работы. Во-вторых, можно использовать обычный фехтовальный хват. Здесь, кстати говоря, насечка в меру агрессивная, играет свою положительную роль. Например, при строгании дерева она, ну, по крайней мере, не врезалась излишне в палец, не создавала какого-то выраженного дискомфорта, но позволяла уверенно удерживать нож. Так что этот вариант вполне удобен. Вот эта подпальцевая выемка позволяет очень удобно использовать поварской хват. И, кстати говоря, нож в целом вполне удобен для нарезки продуктов, если речь идет о нарезке мяса, овощей и так далее. Можно, в принципе, перехватиться и вот так подальше, большой палец тогда можно положить вот сюда. Но этот вариант хвата на практике я не использовал, просто прикидывал, насколько это удобно. Но при нарезке продуктов, при строгании дерева, при резе картона я его пробовал применить, но он оказался для меня неудобен, потому что мне лучше перехватиться вот так, поближе к клинку. Обратный хват здесь также вполне удобен. И, в общем и целом, за эргономику нож, на мой взгляд, заслуживает весьма высокой оценки. Отдельно я хотел бы отметить еще материал рукояти. Это резинопластик, который на сайте производителя обозначен как алклин. Не знаю, что это означает, какие преимущества это дает теоретически, но на практике это очень приятный материал. Во-первых, он тактильно приятен. Если надавить пальцем, то материал рукояти слегка прогибается. Во-вторых, этот материал обеспечивает очень уверенное удержание ножа в руке, даже если у вас рука жирная или мокрая. Нож, как говорится, влипает в руку. В общем и целом, рукоять я оцениваю как очень удачную. Эргономика ножа, еще раз повторю, заслуживает высокой оценки. И с этими параметрами у ножа, в общем-то, полный порядок. Ну и если дать какую-то обобщенную оценку этому ножу, подвести какой-то итог, я могу сказать, что нож мне нравится. Но нравится в данном случае не означает, что он у меня вызвал чем-то восхищение. Это не тот нож, которым захочется похвастаться перед друзьями на охоте. Да и они вряд ли при виде этого ножа будут вырывать его из рук и говорить, ух ты, что это такое, дай посмотреть. У ножа откровенно бюджетные ножны, которые минимально достаточны для того, чтобы эксплуатировать нож, но не более того. Сам нож смотрится простенько. Я, кстати, в обзоре китайской подделки говорил о том, что когда увидел нож на фотографии, то он мне понравился. А когда я его получил, то сам удивился, как он мог мне понравиться. Сейчас мне он представляется в эстетическом плане очень простеньким, заурядным ножом, в чем-то даже страшноватым. То есть, во всех этих аспектах он ничего примечательного из себя не представляет. А нравится он тем, что он хорошо сбалансирован, как простой нож-трудяга. Он просто удобен для работы. У него просто хорошее соотношение цена-качество. Это просто недорогой нож с очень неплохим балансом своих характеристик. Хорошая эргономика, нормальная сталь, нормальный клинок, хорошее удобство в работе. И вот этим своим набором качеств он и хорош. В этом смысле он конкурирует с Морой, которая тоже не обладает какой-то эстетической привлекательностью или какими-то изысками конструкции. Она тоже простенькая, но своей простотой и своей невысокой ценой она как раз и хороша, как просто рабочий нож. И Бакбаклайт является неплохой альтернативой Мори. Я, кстати говоря, затрудняюсь однозначно выбрать между этими двумя ножами, потому что у каждого из них есть свои достоинства и недостатки по сравнению с конкурентом. У Морой однозначно мне больше нравятся ножны. Нравятся больше практичностью. В то же время Бакбак мне больше нравится своей вариативностью по хвату. Он, например, мне больше нравится при нарезке продуктов. И, кстати, не только мне, жена тоже его предпочитает Мори, если нужно нарезать овощи, нарезать мясо на шашлык. Так что в плане эргономики Бакбак выигрывает. Есть у него, кстати говоря, еще одно преимущество по сравнению с Морой. За счет вогнутых спусков он выигрывает в долгосрочной перспективе. По мере утачивания ножа у него не будет так увеличиваться сведение, как у Морой. В общем и целом эти ножи достойны друг друга. У Бака, кстати говоря, еще и конструкция Full Tank. Так что в общем и целом я считаю, что этот нож заслуживает внимания. И меня, честно говоря, удивляет то, что по нему практически нет обзоров и он почему-то не пользуется популярностью. Я думаю, что он как-то незаслуженно обойден вниманием. В общем-то на этом обзор закончен. Я хочу поблагодарить вас за внимание. Ну а где-то здесь я вставлю ссылочку на обзор, который сделал Залеваха на этот же нож. И сам посмотрю, что получилось у него и какое мнение об этом ноже сложилось у него. На этом все. Спасибо за внимание и до свидания.